ВОВА 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 Нас атакуют Другие волки вражеские Я буду в логове Я буду из логова оборонять наших детей Если он полезет внутрь Но почему я не могу зайти в логово ВОВА ВОВА мне страшно Мистер Волк Будьте аккуратнее и осторожнее Мне кажется он очень злой ВОВА что мне делать Дети Уйдите в логово Лобовуха Не выходи не выходи Зайди обратно Зайди дочурка ВОВА Я Да я понимаю я мать Я должна Я должна защищать своих детей Но это же Это же другой волк Мне страшно Но я Я должна Я же мать Мистер Волк Я Я иду на помощь Мистер Волк Я Я должна быть храброй Я должна быть храброй за детей За маленьких Вовчиков В атаку Мистер Волк Мистер Волк Мистер Волк Кусайте его Мистер Волк Ай Я должна Я должна быть храброй Ради Ради детей Ради Вовы Ай он меня Он меня кусает Какой Какой плохой Плохой волк Уходи Уходи Мы Мы его Прогнали Мы Справились Мистер Волк Мистер Волк Мистер Волк Мы справились с ним Да Вова Я Я была Я была такой храбрый Да Я была очень Самоотверженной Я бросилась в атаку На другого Вражеского Волка Он был такой Злой А я была такой Смелой Осмелилась Им И помогала Мистеру Волку Дети Дети Выходите Опасность миновала Мама И Мистер Волк Спасли вас От других Опасных Злобных Вражеских Волков Мистер Волк Мистер Волк Очень Храбрый И смелый Он потерял Много Много здоровья В битве С вражескими Волками Он не такой уж и плохой У нас еще У нас еще Беда Выхлопная Иди Иди ко всем Иди ко всем детишкам У нас еще Беда в семье У нас Выхлопная Заболела Наша девочка Болеет Я не знаю По какой причине Она заболела Что не так Но Но Я Я должна как-то Я не знаю Что мне делать Мы должны Мы должны Как-то Вылечить Нашего Ребенка Мы Вместе с Я вижу Мистер Волк Тоже Хотел бы Уздоровления Нашего Дитя А А еще Катя С Вовой Посовещались И Решили Это было Предложение Кати И Я Принимаю Целиком Их решение Теперь Этого ребенка Девочку Будут звать Не лобовуха Сигналка Вот так Они решили Ключ 32 Тем временем Решил поиграть С Катей Он Нес Катю И Бросил ее А Мистер Волка Кормит Детей А я должна Должна Как-то помочь Выхлопной Я право Не знаю Как Дочурка Ты должна Выздороветь Что там? Что там? Ключ 32 Что ты там увидел? Это Это Дед Матвей С Внучатым племянником Денисом Такой Любознательный Вовчик Ключ на 32 Мистер Волк Что вы хотите? Почему вы так стоите? Над нашей больной дочуркой Мистер Волк Я Я Нахожусь рядом с ней Не знаю Как ей помочь И Мистер Волк тоже Тоже рядом Мы вместе С ним вдвоем Какая радость Наш Наш ребенок Наша Выхлопная Выздоровела Благополучно Значит Болезнь была Несерьезная Или Наша Забота Была Достаточной Для того Чтобы она Выздоровела Благополучно Оправилась От болезни Это такая Такая радость Ура Наша дочурка Абсолютно Абсолютно здорово Правда же Радость Вова Мне кажется Мистер Волк тоже Тоже рад Вы же рады Мистер Волк Наша дочурка Будет жить Все хорошо с ней Она будет здоровой И бодренькой Прекрасно День идет За днем Наши Маленькие Вовчики Больше не болеют И они Подрастают День ото дня И Я испытываю Такие чувства К ним Которые Никогда Прежде Не испытывала Я не знаю Как их описать Но Это приятные Ощущения Еще Я чувствую Необходимость Заботы О них Необходимость Их защищать И это делает Даже меня Немного Храбрее Чем Я могла Раньше Догадываться Догадываться Я Всегда Была Боязливой Но Теперь это Это не так Теперь Во мне есть Какая-то храбрость И Желание Заботиться О малышах Единственное Меня Угнетает Ежедневная Рутина И Еще больше Меня угнетает То что Я не могу Остаться Одна Вот я сейчас Улучила Время На несколько Минут Я очень долго Уговаривала Мистера Волка Чтобы он мне дал Побыть В одиночестве Собраться С мыслями И Не знаю Насколько у меня Получилось его Говорить Но Он остается у логова А я могу Побыть Здесь И немного Подумать Меня Утомляет Постоянная Возня Много Детишек Много Всяких Забот Мистер Волк Постоянно Постоянно Рядом Крутится И Я хочу сказать Что Мистер Волк Он Он Очень даже Неплохой Волк Я Несколько Изменила свое Мнение По нему Я вижу Как он Искренне Заботится О Детишках Он Кормит Их Постоянно Проводит с ними Время Они Они Постоянно Катаются Теперь Вместе с Мистером Волком По земле Пытаясь Избавиться От Блох Я так понимаю Он Всех Детишек Заразил Блох Катаются Вместе с ним Меня Это немного Пугает Но я вижу Что дети Дети Счастливы Рядом с ним Он Он Неплохой Волк Еще он Очень-очень-очень Храбрый Но Я По-прежнему Не могу Найти с ним Общий язык Мы Не понимаем Друг друга И это Меня Угнетает А еще Мы 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 все реже Стали Общаться С Вовой Потому что Потому что Я все время Уделяю Нашим маленьким Вовчикам И Прочим Заботам Добычи Еды Мы С мистером Волком Тщательно Следим За Нашими территориями Так Сказал Мне делать Вова И мистер Волка Тоже я вижу Независимо от меня Он Периодически И ходит Я вижу И Помечает Наши территории Укрепляет их И У меня После всех этих Забот Совсем не остается Времени Чтобы проводить его В наших Привычных Беседах С Вовой И со всей его Родней Со всеми его знакомыми Я ведь Мы ведь с ним Мечтали Что Когда у нас будет Собственное логово Будут собственные детишки Мы Все время будем проводить Вместе Только я Вова И наши Маленькие Вовчики И мы будем Мы будем Беседовать С Вовой Все ночи напролет Но Сколько дней Уже прошло Еще ни одной ночи не было Чтобы мы Побеседовались С Вовой Как прежде Просто Потому что У меня Не остается На это Времени И сил Я Полностью Поглощена Детьми И Нашими Семейными Заботами Это Меня Тоже Немного Удручает Я Чувствую Как мы Мы Отдаляемся С Вовой Друг от друга Это Меня Печалит Природа На Метистовых Горах Все больше Расцветает Становится Такой Жизнерадостной И Погода Тоже Соответствующая Весенняя Казалось бы Это Должно Радовать После Долгих Зимних Месяцев Но Мне Совсем Не радостно Несмотря На все это Дети Дети Разбросали Всю Вовну Коллекцию Играют С ней И Растаскивают Ее По округе Я постоянно Вынуждена Сносить Это Снова Вместе Меня Меня Совсем Недавно Вова Спросил Я Даже Не знаю Как Как Мне сказать Об этом Он совсем Недавно Задал мне вопрос О Моей Матери Матери Он Для начала Извинился Что Задаст Такой вопрос И Возможно Будет бередить Мои старые раны А потом Собственно Спросил Не могла бы я Описать ему Свою Мать Так Как Помню ее Я Была Шокирована Его вопросом И Я конечно Ответила ему И И описала ее Насколько Помню Но А потом Спросила Вову Зачем ему Это Все нужно На что Он Мне ничего не ответил Он сказал Что Что Не может мне Сказать Об этом И И еще раз Извинился Я Вижу Что Между нами Между мной И Вовой Какая-то Растает Пропасть Недоговорок И Каких-то Секретов И Меня это Очень сильно Напугает Я Не знаю Почему Так происходит Кто Виноват в этом И Я Не могу Ни у кого Спросить совета Что мне делать Потому что Я всегда Советовалась С Вовой А Теперь Когда 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 он меня Спрашивает Такое И И Отказывается Отвечать Зачем ему это Я Мне кажется Я запуталась И Я просто Не понимаю Я не понимаю Почему так Происходит Кто виной Всему этому И Что мне делать День Сменяет Очередной День Насыщенный Семейными Хлопотами И Заботами А Ночь Сменяет Очередную Ночь Наполненную Ночными Кошмарами Наши Вовчики Подрастают День Ото дня Становятся Все Более Крепенькими И Уже такими Большими Они Все Дальше Отдаляются От логова Иногда Бегают Вереницей Один за другим Иногда Просто Греются На солнышке Как сейчас Растут Наши Вовчики А еще Растет Как мне кажется Пропасть Недоверия Между Мной И Вовой Прошлой Ночью Мне Показалось Я Как всегда Видел Очередной Очередной Ужасный Сон Сон Из моего Детства И Как мне показалось Сквозь сон Послышалось Я Право Не уверена До сих пор Что это было на самом деле А мне Не почудилось Это сновидение Но Мне показалось Будто я Сквозь сон Находясь В логове Услышала Как Вова Общается С Катей Ну Они иногда Беседуют Но В этот раз Мне показалось Что Я услышала В их разговоре Имя Моей Матери Мне показалось Что они Сказали Кто-то из них Я не уверена Но кто-то из них Сказал Сказал Против всех И Я моментально Проснулась Весь кошмар Как рукой сняло Я выбралась Из логова Но Они Молчали Я Не стала У них Спрашивать Действительно Действительно Ли они Обсуждали Мою мать Или мне это все Привиделось Лишь А теперь Теперь Меня это Терзает И Я не уверена Стоит ли у них Спрашивать И И Что они мне Могли бы ответить И Было ли это Действительно Так Или Мне это только показалось А если это было Действительно То То Что бы все это значило Почему Вова с Катей Обсуждают ее И И И почему Вова спрашивал меня Как она выглядит Почему Все так обернулось Ведь Мы Я Рассчитывала На Крепкое Семейное счастье Что мы все будем Едины Одной Большой И дружной Семьей У нас Будет полное доверие Друг другу И не будет никаких Секретов Но Почему то Почему то это Не так Я Я не понимаю Почему Ведь было все хорошо Было все хорошо Пока 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 Мистер Волк Не занял Такое Важное Положение В нашей В нашей В нашей стае Пока Он Не Не перетянул на себя Столько Его Внимание Внимание Наших Маленьких Вовчиков И Может быть Может быть Причина в этом Я Я Я не понимаю И Я не знаю Что мне дальше Как Как мне исправить Эту ситуацию Бывает Я Подолгу Вот Так как сейчас Сижу В одиночестве Вместо того Чтобы Общаться С Вовой Общаться С Вовчиками Я просто Сижу И Размышляю Терзаюсь Мыслями О всем Происходящем И И пытаюсь Пытаюсь найти Какое-то Решение Которое Помогло бы Все исправить И сделать Все как Оно было Раньше Но Я пока Не нашла Решение Я Я просто Устал Ото всего этого Мистер Волк Меня Закусали Ваши Блохи Просто Просто Съели нас Всех И меня И детей И Вову Всех его Всех его знакомых И родных Поэтому Поэтому Мы сейчас Мы сейчас покормим детей И Я Я больше не могу здесь Находиться В этой атмосфере Мне кажется Мы должны Действовать Кардинально Я Я Приняла Решение Оно очень Очень Нелегко Мне Далось Я знаю Что я должна Сделать Но сначала Сначала Мы должны Должны Покинуть это Логово Потому что Нас Здесь В конечном итоге Не ждет Ничего хорошего Кроме того Что мы будем Съедены Блохами И Каждый из нас Превратится Давайте Кушайте Детишки Кушайте Не бегайте Не играйтесь Кушайте Вы поели Вы хорошо Поели Чтобы По дороге Не просили Давайте Детишки Ешьте И мы Покидаем Покидаем Это Проклятое логово Я Возьму Пока Конечно же Вову Вова Мы вынуждены Переселиться Отсюда Попрощайся Со всеми Всем Всем пока Мы Мы уходим Потому что нас здесь Просто съели Блохи Катя Я знаю Катя Хотел бы пойти с нами Но Я не могу вас Нести Одновременно И тебя И Катю Мистер Волк Мистер Волк Последний шанс Вам даю Возьмите Катю Нам нужна Катя Она хочет Переселиться с нами Потому что Они так Зружились За это время С Вовой Но Мистер Волк Не воспользовался Этим последним шансом Пусть Пеняет на себя Мы Должны Переселиться В какое-нибудь Ближайшее логово Пойдем 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 сюда Пойдем южнее Давайте 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 Ускоримся Я боюсь Как бы Кто-нибудь Не напал На нас По дороге Мне кажется Мне кажется Я нашла Причину Всех Бед Которые Постигли Нашу Крепкую И славную Семью Я Я скоро Я скоро Решу эту Проблему Это очень Трудное Трудное Решение Но Я должна Я обязан это сделать Детишки Детишки Ваш новый дом Ваш новый дом Без блок И я надеюсь И надеюсь Мистер волк Не успеет Не успеет Его Заразить Своими Плохами Да мистер волк Вова 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 я уже здесь И я не одна Я с Катей Да Конечно же Я не разлучу вас Я знаю Что Что вы очень сильно За это время Сблизились Мистер волк Мистер волк Мистер волк Вечерей Вечерей Скоро Наступит Ночь Я думаю Это самое подходящее Время Для нас с вами Потому что У нас с вами проблема Из-за Недопонимания Друг друга Я Хочу Установить с вами Общий язык Так как Я это умею Мистер волк Мистер волк Вы должны пойти со мной Мистер волк Мистер волк Пойдемте со мной Теперь мы будем Жить Все вместе И у нас будет Прекрасная Дружная И очень Общительная Семья Итак Мистер волк Мне так приятно С вами Познакомиться А вам Мистер волк Право Вы такой шутник Мистер волк Я думаю У нас Все будет Теперь Просто Просто Прекрасно И замечательно Когда Три Субтитры создавал DimaTorzok